Перед собравшимися выступили и представители социальной защиты населения и сотрудники пенсионного фонда. Они рассказали о мерах поддержки и порядке индексации пенсии в 2016 году. Ни для кого не секрет, что на курорте увеличилась плата за вывоз ТБО. Связано это с тем, что в свое время жители сами категорически отказались от строительства современного полигона на территории курорта. Поэтому мусор приходится вывозить на лицензированные полигоны, которые находятся в 400 километрах от Сочи. А с каждым днем дорожает топливо, плюс подняли цены мусороперерабатывающие предприятия. Так, стоимость вывоза ТБО стала больше на 70 рублей. Тем не менее, городские чиновники нашли выход. По просьбе главы города Анатолия Пахомова на внеочередной сессии городского собрания принято решение, что тем пенсионерам, чей доход ниже 10 тысяч 86 рублей, будет оказана помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 842 рубля. Таким образом, увеличение цены не скажется реально на кошельке сочинских пенсионеров. До 1 февраля в Сочи будет разработан механизм для того, чтобы можно было воспользоваться этой льготой. Вот те, кто не попадает в эти льготы. Однако есть льгота, что плата коммунальных платежей и должна превышать 22% дохода семьи. Поэтому вот это, но опять я обращаюсь и к вам. Если люди обращаются, пожалуйста, нужно просто помочь им оформить. Я понимаю, что там есть сложности, когда там прописан сын или внук, которого не знаешь, где там найти и так далее. А без этой бумажки ничего не сделаешь. Вот это наша задача – помочь пенсионеру, помочь ветерану для того, чтобы он мог воспользоваться вот этой льготой. Такую субсидию уже получают в Лазаревском районе 558 человек. Из бюджета на эти цели выделяется более 10 миллионов рублей. Кроме того, решено, что в Сочи по-прежнему не будут взимать с пенсионеров земельный налог. Принято администрацией города Сочи это решение, земельный налог с пенсионеров не брать. И на самом деле это такое очень нигде, ни у кого больше этого нет. При этом, скажем так, я не хочу сказать, что мы идем на какие-то жертвы. Нет, мы не идем на жертвы, мы идем именно на встречу. Тем не менее, вопросов у тех, кто пришел на встречу, накопилось немало. Самыми актуальными, как всегда, стали нарекания на работу и безразличие коммунальщиков, высокие тарифы и сроки капремонта. Вот у нас, да у меня еще плюс к ветеранской работе еще и домком. Намечен ремонт. И заложено это в программе «Края» с 14 по 18 годы. Ни однажды, ни одного раза никто не заглянул и сказал, давайте смотреть, что в вашем доме надо делать. Это старый дом. Поэтому я считаю, пора нажать вам, попрессовать это оригинальное управление по капремонтам, чтобы зашевелились и начала живая работа. Юрий Поломарчук, заместитель мэра Сочи по вопросам ЖКХ, пояснил, что в первую очередь капремонт будут делать в тех домах, где люди больше всего платят за него. В Лазаревском районе 16 домов включены в так называемую краткосрочную региональную программу. Это Череповецкая 24, Павлова 75, Калараш 145, Корпус А, Победы 124, Павлова 16, Павлова 87, Партизанская 20, Павлова 129, Победы 111, Батумская 23, Малышева 5, Батумская 33, Батумская 39, Батумская 59. Малышева 3, Батумская 63. Эти дома, грубо говоря, создали своими платежами, создали возможность провести у них капитальный ремонт. Встреча длилась несколько часов, эти вопросы поднимались непростые, но результат уже есть. Главное, люди услышали, что они не останутся один на один с новыми тарифами и платежками. А вот митинг, организованный в субботу, оказался для сочинцев не столь продуктивным. Пришли на него тоже люди, в основном убеленные сединами, но их надежды услышать что-то определенное от оппозиции не оправдались. У меня за спиной памятник человеку, который в 24 году, 21 января, умер. Можно по-разному относиться к Ленину, к Владимиру Ильичу. Давайте мысленно вспомним о том, что он был и царство ему небесное. Со сцены оратора говорили о том, как плохо сейчас живется в России, но никаких действенных предложений собравшиеся не услышали. Между тем, в администрации курорта заверили, что встречи общественников с городскими чиновниками будут проводиться и впредь.